Продолжение следует... Действительно, депортировали весь крымцы, татарский народ, обвиняя их в способничестве с немцами. На сегодняшний день мирных граждан, мусульман, которые вернулись уже, как говорится, в Крым, чтобы жить, их сегодня обвиняют в терроризме и экстремизме. Больше я... Ну, надеемся, да, что когда-то, конечно, это закончится. Сегодня, 28 июня, должен был состояться суд в 10.00 по существу. Где-то в 9 часов нашему адвокату сообщил секретарь судебного заседания Шинков, что суд отменяется. Мы, проделав такой длинный и тяжелый путь, вынуждены сейчас возвращаться обратно, не увидев нашего сына. Баллар, я, в этом демократе, я, в этом длинный и жилые. А, блин, нам узлы Балларды... Баллары... Брлера... Он очень... Я рамый... Блин, террористы, лага буларгасалар... Вы вообще... Келешмиген... Сегодня 28 июня. Южный окружной военный суд. Должно было состояться очередное заседание по пятерке, где я защищаю из этого резу. Дело в том, что вчера умерла Эдема, мама Семидляева, и он ходатайствовал об отложении в связи с этими семейными обстоятельствами, так скажем, в сегодняшнем судебном заседании. И суд удовлетворил данное ходатайство и определил отложить судебное заседание на 5 июля на 14 часов, то есть на следующую неделю. Мы планируем допрос следователя ФСБ Махнева, который, скорее всего, будет допрашиваться по видеоконференц-связи, там, где он дислоцируется, находится. И планируем, значит, допрос по ходатайству стороны обвинения был вызван этот следователь и будет допрошен в следующем судебном заседании. Это 5 июля, 14 часов. Это был комментарий адвоката Эмиля Куртипединова. Мы напомним, что 27 марта 2019 года в Крыму пришли массовые обыски за последние десятилетия. В средстве еще были задержаны более 25 крымских татар, где позже киевским районным судом было и взвано меры пресечения в виде помещения по страже. Гособвинитель, как обычно, ссылался на то, что под тяжестью совершенного преступления они могут скрыться от суда и не поменялись основания и обстоятельства, которые бы давали возможность изменить меру пресечения. Скрываться от суда нет просто причины никакой. Мой подзащитный Эльдар Кантемиров, имея 4 малолетних детей, пожилых родителей, не собирается скрываться от суда, а готов продолжить принимать участие в зале суда, являться в суд и участвовать в процессе. Халилов Ленур, которого в прошлый раз не привезли в суд, высказал свое мнение относительно той справки, которую предоставили в суд сегодня, о том, что у него была температура 38,3, был кашель, и поэтому его не вывезли из СИЗО. Он сказал, что ничего подобного не было, это неправда. Он был готов в прошлом судебном заседании принять участие в процессе, однако почему-то, не объясняя ему, его просто не вывели из камеры, не привезли в суд. А откуда эта справка взялась, ему неизвестно. То есть он был абсолютно здоров 24 июня. По итогу сегодняшнего заседания суд все-таки продлил меры пресечения на 3 месяца, и они будут до 15 октября 2021 года включительно содержаться в условиях следственного изолятора. Продолжение следует...